Здравствуйте, меня зовут Элина. Сегодня я приготовлю маленькие кексы или маффины со свежей малиной. Малина у меня дикая. Тесто будет очень простое, на кефире. Я взяла 3,2% жирности, хотя это значение не имеет. Можно также заменить йогуртом. Кроме кефира понадобится сахар. У меня тростниковый, но берите обычный белый, тоже все получится. Сливочное масло или маргарин я взяла пополам, которое нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. А также пшеничная мука вашего сорта, крупное куриное яйцо и разрыхлитель теста. И обязательно щепотку соли для баланса вкусов. Масло перекладываю в миску, добавляю сахар, соль и растираю ложкой. Теперь добавляю яйцо. Сначала размешиваю ложкой, а затем взбиваю венчиком до более или менее однородной массы. В несколько приемов вливаю кефир и каждый раз перемешиваю. В эту массу просеиваю муку, добавляю разрыхлитель и замешиваю тесто без комочков. Тесто должно получиться вот такой густоты. Кексы буду выпекать вот в таких маленьких силиконовых формочках. Их не нужно смазывать. Духовку уже ставлю разогреваться на 180 градусов. На дно каждой формы кладу несколько ягод и заливаю небольшим количеством тесто. Тесто можно распределить ложкой. Теперь опять несколько ягод и опять тесто. Заполняю их до конца примерно на три четверти. И так же подравниваю. Такого рода формочки у меня закончились, а тесто еще осталось. Поэтому возьму вот такие другого вида без отверстия в центре. Они примерно такие же по объему. Ну и точно так же вниз ягодки, тесто. Одна, наверное, лишняя. Опять ягодки. И опять тесто. Кексы отправляю выпекаться в духовку на режим вверх-вниз. Кексы провели в духовке 30 минут. Сразу из форм я их не достаю, а оставляю постоять на 10-15 минут. Как видите, кексы кое-где потрескались. Это нормально. После этого извлекаю их из форм. Это делается очень легко. И даю им полностью остыть. Обратите внимание, какой красивый ягодный рисунок на них образовался. Кексы в формах с отверстием посередине интереснее выглядят вот с этой стороны. А эти кексы, по-моему, и так, и так хорошо выглядят. Остывшие кексы при желании можно посыпать сахарной пудрой. Излишки пудры можно стряхнуть. Сейчас покажу вам кекс на разломе. Кексы получаются мягкие, пышные и вкусные. Тесто имеет коричневый оттенок из-за тростникового сахара. Они в меру сладкие. Малина придает очень приятную ягодную кислинку. А если вам понравились такие кексы с малиной на кефире, то оставайтесь на моем канале и вы найдете еще много простых рецептов вкусных блюд. Субтитры сделал DimaTorzok